Предназначена для круглосуточной съемки. Ночью срабатывают инфракрасные датчики, которые позволяют снимать ночное время суток. А еще и не страшны осадки. И вандалы тоже нипочем. В случае чего другие камеры видеонаблюдения выявят хулиганов. Эту аппаратуру установили уже на улицах Конева и Болонина. Там, где жители окрестных домов сами организовали стихийную свалку. Наблюдать за неряхами будут в круглосуточном режиме. Камеры цифровые, высокое разрешение. И соответственно будут видны лица, а также номера машин, если граждане будут приезжать сюда и сбрасывать мусор непосредственно с автомобилей. Данная информация будет передаваться также и участковым милиционерам. А это уже другой метод воздействия на тех, кто мусорит. Наглядно агитационный. Красочные плакаты накануне появились на стенах зданий. Специалисты подчеркивают, иначе местные не понимают. Здесь на Конева 31 когда-то стояли контейнеры, куда сваливали отходы в Алакжане, живущие в близлежащих домах. Происходило переполнение контейнерной площадки отходами. Управляющие организации, которые эксплуатировали данную контейнерную площадку, не в состоянии были вывозить весь объем накопленного мусора. Он копился неделями, а это полная антисанитария. Потому администрация города и управляющая компания демонтировали общую контейнерную площадку и поставили индивидуальные во дворы. Предупреждающие аншлаги не помогли. В Алакжане в знак протеста продолжали складывать мусор на старое место. Плакаты и камеры видеонаблюдения, по мнению городской администрации, должны помочь призвать к совести и ответу нерадивых в Алакжан. Кстати, на это из казны областной столицы не было потрачено ни копейки. Благодаря таким мерам чиновники надеются сэкономить бюджетные средства. Ведь они подсчитали, в год на вывоз несанкционированного мусора уходит более миллиона рублей. Деньги, которые тратят на стихийные свалки, лучше вложить в озеленение и благоустройство города, говорят чиновники. Потому борьба за чистоту улиц и дворов развернется нешуточная. Участковый инспектор, когда необходимо, если это экологические службы, то, пожалуйста, они у нас есть. Покажем, может быть, по телевизору, может быть, покажем соседям, расклеим какие-то, может быть, листовки. Не помогут плакаты и видеокамеры, поставят красные сигнальные контейнеры, чтобы в Алакжане знали, куда нести мусор. А еще подключат дежурству патрульных. Они будут разворачивать грязнуль, которая ленится дойти до контейнера. Самые суровые меры – наказание рублем – тоже должны научить в Алакжан выбрасывать мусор в положенном месте. Штраф может достигать десятков тысяч рублей. Ирина Барышева, Василий Попурин, Игорь Трифонов. Новости Вологды.